Охота в каменных джунглях. Будто в лесу оказали жители двора на Уралмаше. К ним на огонек заглянул детеныш Косули. Сначала малыш забрался на детскую площадку и тут же вызвал переполох. Чтобы выручить животное, спасатели и местные жители бросили ему спасательную сеть. Где сейчас лесной гость расскажет Дарья Дементьева. Вон у него печенька лежит. Слушай, ну давай за это, за сеном. Чем кормить нежданного гостя горожане не представляют. Впрочем, перепуганному детенышу Косули явно не до еды. Как он оказался во дворе на Уралмаше, непонятно. До ближайшего леса пара километров через заживленную автостраду. Гнать его туда на своих четырех жители побоялись. Вдруг под машину попадет. Поэтому вызвали спасателей. Человеческих. Три человека из МЧС и службы, они сеткой обошли ее со всех сторон. И стали как бы зажимать ее к стенке дома. И то есть уже когда ей некуда было деться, они просто накинули сетку. И как бы на бок ее положили, для того, чтобы лапу ей удержать. Вот. Ну, закричала, заревела. Но они аккуратно на руках, как ребеночка практически, в машинку ее переместили. По слухам, в город малыш забрел не один, а с мамой Косулей. Впрочем, ее спасатели не видели. Родительские обязанности исполняли сами. Сперва удержать детеныша было непросто. Он отчаянно брыкался маленькими, но острыми копытцами. Однако потом привык к рукам. Животное было благополучно отловлено. Дальше спасатели выехали на 12-й километре Екат, это около ТЭЦ. Подъехали поближе к лесу и отпустили его. Ну, на моей памяти, вот в прошлом году кабан забегал. В этом году селезни спасали. И вот Косуля. Их службу впору расширять, шутят спасатели. Каких только жителей леса не приходилось выручать из каменных джунглей. В город они, как правило, забредают в поисках пищи или из любопытства. А маленькая Косуля, скорее всего, испугалась машин. В зверинец ее помещать не стали. Животные абсолютно здоровы и легко найдут сородичей в лесу. Дарья Дементьева, Владимир Середа, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.